Официальные партнеры программы «Новости дня», сеть магазинов универсам низких цен, компания «Линия неба», художественная мастерская иволгинского датсана «Эрхим Дархан». На ТВ-коме «Новости дня», в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. В начале программы небольшой анонс основных тем выпуска. В отношении таких граждан специалисты фонда вынуждены совместно с службой судебных приставов проводить рейды. Попасть под прицел судебных приставов за неуплату взносов за капремонт. Эффективны ли рейды по должникам? Это не зона отдыха. Здесь люди живут и отдыхают. У них окна выходят у всех. На эту сторону у многих. Архитекторы предлагают, жители отказываются. Почему на улице Фрунзе местные не хотят благоустраивать территорию? Как говорится, не поваляешь, не поешь. Из-за видео с разгрузкой мяса на центральном рынке разгорелся настоящий скандал. За неуплату взносов за капремонт можно отправиться в суд. Фонд капитального ремонта совместно с судебными приставами наведались к неплательщикам. Как должники реагируют на незваных гостей и почему не стоит рассчитывать на ремонт в доме за счет соседей? Рейд – мероприятие плановое, но нежеланное. Как для приставов, так и для должников. Это владельцы жилых и нежилых помещений. Адрес первый. Никого нет дома. Соседка рассказывает, хозяин квартиры ее сдает. А вот взносы, увы, платить забывает. Адрес второй. И здесь тишина. Неплательщикам на этот раз везет. Но платить все равно придется. Нежилые помещения того же дома. Сотрудница некой организации не может четко ответить ни на один вопрос, начиная с ее названия. Получается, вы коммерческая организация, начать юридическое лицо, да? Верно? Все вопросы, пожалуйста, вот к хозяйке. Потому что я заменяю на время отпуска. Звонок хозяйке. Трубку перехватывает мужчина. Нам необходимо выяснить, оплачивается здесь капитальный ремонт или нет. Номер помещения, скажите, нежилого. Да я не знаю, номер помещения нежилого. А у кого вы арендуете данное помещение? Вы это-то сказать-то можете? Нет, это коммерческая тайна. Это вообще информация, которая не подлежит разгладке. Вообще, вы к чему здесь предупреждения приходите? Вы приходите, там, наверное, взятку, просить денег, просить или что, или что-то. Непонимание и страх вызывают люди в форме. В фонде капитального ремонта предупреждают, до таких встреч лучше не доводить. И напоминают, уплата взносов – обязанность каждого собственника. Мощество жителей города Улан-Удэ добросовестно ее исполняет, но есть и те, кто уклоняется от своих обязательств, рассчитывая на проведение ремонтных работ за счет своих соседей. В отношении таких граждан специалисты фонда вынуждены совместно с службой судебных приставов проводить рейды. Указанные мероприятия, а также расходы по уплате пеней и судебных издержек являются неизбежными последствиями для каждого должника. Во избежание крайних мер граждан призывают оплатить задолженность в кратчайшие сроки, дабы сохранить свое имущество. В предыдущем рейде арест наложили на бытовую технику должников. Мария Кравцова, Жаргал Цариндашеев, Новости дня. В Тосе и Степной соседей намного организованнее. Их упорство плюс депутатская работа на округе помогли, наконец, установить освещение. Сколько улиц теперь освещается фонарями и какие участки на очереди? Подробности в нашем следующем сюжете. Да будет свет. Теперь вечерние прогулки или же просто выход из дома в темное время суток станет для жителей Тоса Степной безопасней. На многих улицах микрорайона появились новые фонарные столбы. По улице Сельской освещение проводится в два этапа. Сначала были установлены светильники на набережной Сельской по берегу реки Протока. Сейчас в центральную часть Сельской задействованы. Здесь было установлено 6 светильников, 4 столба. И по улице Ольхонской части было установлено 3 столба и 3 светильника. На прошлой неделе фонари загорелись и по рабочей улице, одной из самых длинных в микрорайоне стеклозавод. До конца июля освещение появится на улицах Степная протока, Новосибирска и в Иволгинском переулке. Наружное освещение – это одна из актуальных наказов жителей нашего микрорайона. То есть, ну, планово ведем работу. Будет освещена площадка и футбольное поле на школе номер 44. На освещение улиц микрорайона в городском бюджете запланирован 1 млн 910 тысяч рублей. Андрей Слепнев, Бато Гармын, Новости дня. Благоустроят территорию на улице Фрунзе. Реконструировать хотят бульвар. Этого обновления ждали долго. Сначала думали, что главная проблема в строительстве. Оказалось, что для местных еще сложнее согласовать проект. Чтобы обсудить возможные варианты на месте будущих работ, собрались представители власти, архитекторы и местные жители. На территории же надо какую-то придать изюминку. Правильно? Будет как место придержения, место отдыха. Изюминка будущего бульвара на Фрунзе – фонтан «Мальчик с птичкой». Авторы проекта хотели создать настоящую зону отдыха. Предусмотрели лавочки, освещение, детскую площадку, зеленые насаждения. Только жители идею восприняли в штыки и с радостью бы убрали почти половину перечисленных пунктов. Отдыхать нужно в торговых центрах и других предназначенных местах, считают они. Это не зона отдыха. Здесь люди живут и отдыхают. У них окна выходят у всех. На эту сторону у многих. Хоть раз кто-нибудь здесь был вечером, когда мы постоянно вызываем полицию. Когда здесь пьют, когда здесь рэп, когда здесь гуляют молодые и не очень. Я понимаю, что можно сюда прийти к кому-то из других местностей, отдохнуть, посмотреть на мальчика с птичкой и счастливыми уйти. А мы-то здесь как должны жить. Представленный проект стоит 15 миллионов. Отказавшись от лавочек и фонтана, можно будет сэкономить и пустить эти деньги на канализационные сливы. Когда дожди, сюда стекается вода со всего элеватора. Жители просят только пешеходную зону и озеленение. Когда закрываются три пивных бары, вот здесь в этом доме, весь народ идет сюда запивать и до шести утра здесь запивают. Здесь светло, здесь хорошо. А если поставить еще лавочки и какие-то горки, они здесь до утра будут вообще сидеть. До туалетов-то здесь туалета не будет. Вот они куда в туалет даже будут. А они сейчас в туалет здесь все ходят под окном. К пожеланиям прислушаются. Аллея должна быть прогулочной. Парковку перенесут за пределы бульвара. О судьбе лавочек и прочих объектов подумают. Когда мы делали на Мемориаре Победы, расширение фонтана люди первоначально были против. Но когда это осуждение прошло, сейчас же очень хорошо. Можно с детьми посадить. Каскадные фонтаны, они высоко не поднимаются. Там в жару очень приятно сидеть. А центральная часть у них корочивая делается. То есть, ну, бывает такое, что через тернии к звездам, правильно, так говорят. Первоначальный проект мы, у нас, проектировщики, проработали. И вот сейчас мы его обсуждаем. И хотим, чтобы люди увидели, посмотрели, где-то дали свои замечания, предложения. Рассмотрим, будем дорабатывать. И в 2020 году уже будем реализовывать. Собранные пожелания обсудит экспертная комиссия. Выберут наиболее удобные для жителей и реальные воплощения и предложения. Принимаются они до 15 июля. Мария Кравцова, Сергей Костенко, Новости дня. К другим темам. С пола прямиком на прилавок. Очевидец заснял на мобильный телефон процесс разгрузки мяса на центральном рынке. По мнению автора, туши из автомобиля кидают на голый бетон. Разбираться, так ли это на самом деле и стоит ли беспокоиться за безопасность продуктов, что мы покупаем, отправилась наша съемочная группа. Это видео наделало много шума в социальных сетях. На кадрах видно, как идет разгрузка мяса на центральном рынке. Люди возмущены тем, что туши небрежно бросают прямо на бетон. Но если внимательно присмотреться, то видно, что мясо все-таки кладут на специальные поддоны. Вы сами видели этот видеоролик? Видела. Видели. То есть там вы убедились, что там поддоны? Да. Потому что было снизу, как бы сбоку снизу снято. И сильно это и как бы это. Не видно, что поддон-то. По словам ветэксперта, каждая туша проходит специальную проверку, которая длится всего 7 минут. Однако этого времени достаточно для определения качества продукции. Значит, отбирается пробы у нас с мяса. И делаем анализы биохимические, органолептические. На запах варку делаем. Трихинолоскопии делаем свинину. И тут различные биохимические реакции. Затем мясо взвешивают и отправляют в цех рубки, откуда оно попадает либо в морозильную камеру, либо сразу на прилавок. Лаборатория допускает до потребителя лишь качественное мясо. Однако отметим, что надзорных проверок на рынке не было давно. Раз в три года до этого было. А сейчас, знаете, надзорные каникулы. То есть три года было. И сейчас еще на два года продлили. То есть буквально мы последний раз проверялись. Ну, я даже не могу сказать, когда. Ну, проверяли мы рынок. Это было еще, наверное, лет 10 назад. Внеплановых проверок тоже не было, так как жалоб от потребителей не поступало. Как часто вы здесь покупаете мясо? Каждый день. Каждый день? Да. Мясо свежее? Хороший, свежее. Нравится? Нету никаких претензий? Нету никаких претензий. Советуйте? Да, я советую. Люди покупали здесь. Я очень много покупаю каждый день. Как часто вы покупаете здесь мясо? Ну, бывает это частенько. Нравится мясо? Нравится. Свежее всегда? Ну, нормальная зима. Но вкусная. Спасибо. Раз в месяц беру баранину постоянно. Всегда свежее? Всегда свежее мясо хорошее. Для дополнительного контроля на центральном рынке работает и свой санитарный врач, который также следит за качеством мяса, поступающего на прилавке. Наше мясо каждый день приходит свежее. До вечера наше мясо все раскупается. Строго охлажденного мяса составляет 24 часа. В принципе, наше мясо 24 часа даже не залеживается. Что же касается сертификатов качества продукции, то теперь они выдаются каждому продавцу в электронном виде. Автоматизированная система «Меркурий», которую придумал и ввел Россельхознадзор, отслеживает весь товар от момента забоя скота до попадания на прилавки. Так, это «Парус-2». У меня сейчас пришло на нашем площадке «Парус-2» фарш «Индушатина» особый замороженный Латышев Сергей Юрьевич. Впрочем, если клиент хочет ознакомиться с сертификатами лично, то он может обратиться в лабораторию здесь же, на центральном рынке. На это он имеет полное право. А если все-таки возникли сомнения в качестве продукции, то можно обратиться в управление ветеринарии или в Роспотребнадзор. Телефоны и адреса указаны на экране. Роман Попов, Екатерина Чернова, Баток Гармын, Новости дня. Число жертв от наводнений в Иркутской области увеличилось до 20. Ранее сообщалось о 18 погибших. Из-за паводков пострадали 6 районов области. Продолжает действовать режим ЧС. 8 человек числятся пропавшими без вести. Госпитализирован 221 человек. Устраняют последствия природного катаклизма, коммунальные службы и сотни волонтеров. Компенсации получили более 8 тысяч пострадавших. Общая сумма выплат составила 60 миллионов рублей. Ущерб для региона составил 29 миллиардов. Тем временем уровень воды в реке Ия снижается, но еще превышает критическую отметку. За сутки вода ушла из 11 поселений. Подтопленным остаются около 3,5 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте. Чипы на дороге. Сегодня в Улан-Удэ на трассе во время движения загорелся микроавтобус. В одном из районов республики произошло смертельное ДТП. Об этих и других происшествиях смотрите в рубрике «Горячая линия ТВК». Вчера вечером в Хоринском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. При выезде с улицы Лесхозная в селе Тегда водитель легковушки не предоставил преимущества КАМАЗу. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельную травму, скончался на месте происшествия. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель КАМАЗа не пострадал. Не пострадал и участник следующего происшествия. Сегодня днем на улице Сахьяново в Улан-Удэ сгорела газель. Водитель выехал за двумя детьми в лагерь на озеро Щучье. Но до них так и не добрался. Машина начала гореть прямо на дороге. Я тоже устанавливался. Какой-то хлопок. Я выскакиваю. Они мне кричат. Оттуда дым пошел возле скоростного рычага. Потом оттуда встречаем водители. Говорят, горишь. Я говорю, выскакиваю. Давай тушитель вытаскивай. С тремя-четырьмя вам тушитель. Давай снизу тушить. Мы успели. Пожар помогали тушить и местные рабочие. Засыпали машину песком. А уже позже прибыли огнеборцы. На момент прибытия огнеборцев горел моторный отсек и салон транспортного средства. Водители и пассажиры эвакуировались самостоятельно. В считанные минуты пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Погибших, пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стала несправность условия механизмов транспортного средства. В следующем ДТП пострадало сразу три человека. Водитель мотоцикла вчера вечером на неосвещенном участке дороги наехал на пешехода. В результате мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму. Его пассажирка – травму головы и закрытый перелом предплечья. Пешеход находится в коме. По предварительной информации, все участники ДТП были пьяны. Валерий Каратуев, Батогармен. Новости дня. Глобальный сбой. Пользователи трех социальных сетей не только России, а всего мира сообщили о сбое в работе сервисов. Технические неполадки вчера зафиксировали в WhatsApp, Instagram и Facebook. Начались они около шести вечера по Москве. Почти 90% пользователей не смогли подключиться к сервису. Столкнулись с некорректным отображением сайтов и проблемами в авторизации. Все сети, где произошли технарушения, принадлежат компании Facebook. Возможные причины техсбоя – выход из строя оборудования, программная ошибка, вирусные и хакерские атаки. Официального подтверждения ни одной из версий не было. Однако в Twitter компания принесла извинения за возможные неудобства. В настоящий момент работа сервисов полностью восстановлена. Игорь Шутенков прибыл на Московский урбанистический форум. Это международная конференция в области градостроительства, экономики и стратегического планирования городов. Первой площадкой, на которой будет работать исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ, станет мастер-класс «Инициативный гражданин». Также он примет участие в дискуссии управления эффективностью городов и в круглом столе, как помогать молодым архитекторам. Открытие форума состоится сегодня в Московском парке «Зарядье». Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Дискотеки у нас каждый день вкусно кормят. Это обязательно. Первый сезон подходит к концу. Как прошла смена в детских лагерях и были ли зафиксированы нарушения? Я его увидела и у меня не возникла ни одной мысли, что это может быть ошибочным решением. Теперь уже москвич. А Юрбурдин приехал на малую родину вместе с мамой, которая усыновила его три года назад. С «Универсамом» выгодно. Сыр «Хохланд» всего 59,90. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки «Линия неба». 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня «Линия неба». Натяжные потолки «Линия неба». Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем прямой эфир. Первая смена в лагерях в Бурятии подходит к концу. Городская комиссия проверила, в каких условиях отдыхают ребята. Какие нарекания получила руководство оздоровительного учреждения и обошлось ли в этом сезоне без происшествий. Материал Алевтины Дармаевой. Вот крыша, стены, вот лечебные лекарства тут лежат. Только мы все запасы встретили. А что у вас запасы какие были? Шишки. Вы их ели, что ли? Нет. Запасы на шишки не уложили. Где, если не в лагере, научат строить штабик, расскажут, что такое День Нептуна и заставят танцевать даже мальчишек. В надежде на озере Щучье все атрибуты настоящего летнего отдыха на месте. Мы тут играем пионербол, футбол. Дискотеки у нас каждый день вкусно кормят. Это обязательно. Ну что, дискотеку станцуешь? Да. Какие сейчас хиты у вас музыкальные? Ну, не знаю, там... Незабудка, твой любимый цветок? Да. 109 ребятишек заехали на первый сезон в лагерь. Это полная загрузка. В основном оздоравливаются спортсмены. Для них предусмотрено усиленное питание. Кормят детей в этой розовой столовой. Поиздание старое, но в конце лета его ждет капитальный ремонт. А пока пироги, супы и каши по расписанию. Все соответствует калориям и все по весу. Все по норме, все вкусно. Рептишки наедаются? Наедаются. Ну, все наедают или даже оставляют? Добавку. Добавку просят. Идят хорошо. Проверить, как прошла первая смена, в лагерь приехала городская комиссия. Интересует все. От условий в медкабинете. Со стороны лагеря есть какие-то претензии по медицинскому обслуживанию детей? По работе? Нет. Врачи? То есть все расстраивает? Врачи работают. Ну, практически они те же сезоны, сезоны. И с годом в год работают. Поэтому проверенные. А оснащение медикаментами. Все полностью? До состояния питьевой воды. В Надежде водонапорная башня огорожена. Работает насос, установлены фильтры и бактерицидная лампа. Питьевые фонтанчики по всей территории лагеря и в корпусах. Позаботились и о пожарных. И здесь установлен гидран для пожарных машин. Это единственный лагерь, где мы это все продумали на случай пожаров. То есть машины уже без проблем будут заезжать и в ускоренном порядке заправляться. Ремонт сделали и в корпусах. По предписанию Роспотребнадзора спальни нужно проветривать. Для этого старые глухие окна, которые ставили 30 лет назад, поменяли на откидные пластиковые и даже прорубили двери для эвакуации. Так как у нас спортивно-оздоровительный лагерь, первым словом идет спортивный, поэтому, конечно, нужна нам спортивная инфраструктура. То есть, в первую очередь, стадион какой-то, спортивные площадки, тренажеры и так далее. Конечно, мы в этом году уже установим спортивную площадку одну. Сами за счет федеральной субсидии мы получили уличное спортивное оборудование. И, конечно, надеемся, что в следующем году все-таки выделят нам средства на обустройство спортивных площадок. Итоги осмотра подвели на совещании. Спасатели поставили надежде двойку за безопасность. Беседка за скважин, которая находится у нас там, да, костричок там у вас, который организовывается. Это он, да. Да, сомнение было должен быть огорожен, камнями выложен, тем более окопан полным отливом. Горючий материал, который находится там во всей ряду, имеется ли его прибрать надо в обязательном порядке, потому что он является одним из источников пожара, да, и распространения пожара. Крома деревьев, которые промыкают непосредственно здание, должно быть в любом случае убрано, хотя бы до 7 метров. Еще убрать сухостой, стройматериалы, которые валяются на территории, вовремя косить траву, проверить пожарные шланги. Исправлять нарушения начальник надежды пошел сразу же. И тем не менее, во всех 10 загородных лагерях, которые подведомственны городу, первый сезон прошел штатно, без происшествий. Город Улан-Удэ всегда содержал эти 10 лагерей. И мы всегда говорим, если бы в оценку органов местного самоуправления, в эффективность оценки органов местного самоуправления входил летний отдых, то, наверное, город Улан-Удэ всегда бы был на первом месте, потому что у нас больше всех лагерей, мы больше всех оздоравливаем детей. А это дети не только города Улан-Удэ, это дети со всей республики, которые с удовольствием отдыхают в наших лагерях. И сегодня, я еще раз повторяю, чужих детей нет. Это все наши дети, которые имеют право на этот отдых. На балансе города сегодня 10 загородных лагерей, в том числе на озере Щучьем и на Байкале. Этим летом в них отдохнут 5000 детей. Как говорят специалисты, в соседних Иркутске и Чите таких учреждений не осталось вовсе, только коммерческие или ведомственные. Поэтому у нас и стоимость путевки в среднем в два раза ниже, но не дотягивает оснащение. Правда, мальчишки и девчонки на не слишком мягкие кровати и староватые скамейки не жалуются. Главное, что здесь они нашли друзей. Плакать-то будете разъезжаться или нет? Да! Правда, плакать будете? Да! А почему плакать-то будете? Грузно! Грузно! Без них будет! Без дроновых друзей? Да! Хорошо! Но мы номера оставим. Алифтин Дармаева, Вячеслав Батоев, Новости дня, Селенгинский район, Озеро Щучье. Еще сложнее найти любящих и заботливых родителей. За Юром Бурдиным приемная мама приехала из Москвы. Их историю благодаря СМИ знает весь мир. Несколько лет назад полуторагодовалого мальчика из Бурятии в тяжелом состоянии усыновила москвичка. На днях семья прилетела в Улан-Удэ. Как их встретили в столице, расскажем в следующем сюжете. И ты, и ты. Этого юного журналиста в кепке зовут Аюр. В свои пять лет он уже умело фотографирует и берет интервью. Как отмечают друзья семьи, эта жизнерадостность у него от мамы, Натальи, с которой он познакомился в детдоме. От него дважды отказались собственные родители. Сначала в роддоме, а потом, когда отказались стать донорами печени для сына. Впервые Наталья увидела Аюра на фотографии в соцсетях. Я его увидела, и у меня не возникла ни одной мысли, что это может быть ошибочным решением. То есть дальше я действовала очень напористо. Я его взяла, и потом дальше все. То есть у меня не было ни одной какой-то мысли о сожалении. То есть это действительно была любовь с первого взгляда. Историю усыновления мальчика из Бурятии, перенесшего тяжелую операцию по трансплантации печени, известна по всему миру. Позади у них остались долгие операции и период реабилитации. Наталья и Аюр живут в Москве. Теперь у него появились старший брат и сестра. На малую родину малыш приехал с бабушкой и мамой не только погостить, но и презентовать книгу «Аюр – значит жизнь». Эта книга – пошаговая инструкция усыновления и принятия ребенка в семью. Это о том, как я стала родителем приемного малыша. То есть как все было. Я описала полностью все этапы, начиная от того, как я его увидела первый раз, о том, какие документы я собирала, о том, как проходило общение с моей семьей, которая, естественно, совершенно приняла эту новость не сразу. И были трудности с моей дочерью, подростком. И, в общем, все было не так просто. Наталья отмечает, что написание книги ей помог фонд здоровья. Впереди у семьи грандиозные планы. Они планируют посетить Байкал и побывать на фестивале «Голос кочевников». Визиты в Таежный и Озерный у них продлится до 15 июля. Екатерина Иллистратова, Вячеслав Батоев. Новости дня. Погрузиться в творчество на 10 дней. Именно так поступили художники из Бурятии и ближайших регионов. Участников пленера ничего не отвлекало, только кисти и природа Баргузинской долины. Что получилось, уже можно увидеть на новых шедеврах. Подробности в следующем сюжете. На выставке представлено больше 70 работ в разных стилях, жанрах и направлениях. Но объединяет их одно – невероятная красота Бурятской земли. Художники из разных городов России 10 дней провели наедине с природой. Одна из них – Анна Никитина, молодой живописец в Бурятии. Девушка писала пейзажи Байкала не один раз. Но с каждым визитом Священное озеро открывалось для нее по-новому. Природа прекрасная. Она – это моя родная природа. Поэтому я знала, какие пейзажи я увижу. Байкал у нас все время разный. Сколько бы раз ты ни приезжал, это все время открытие. Он очень мощный, энергетический. Он очень заряжает, то есть правильно настроится. И можно подзарядиться на весь год творческой работой. Заряжались творческой работой и более опытные творцы. Например, художник из Хакасии на Байкале со стороны Бурятии побывал впервые. В своих работах он пытался отразить нечто неповторимое. Каждый раз, выезжая на натурум, пытаешься найти что-то своеобразное для конкретного места. А мы были и на Байкале, и писали и горы, и в деревнях писали. Поэтому каждый раз нужно было поймать и настроиться на что-то новое. Что-то новое для себя находил почти каждый художник. Но на протяжении всего пленера старшие учили молодых и обменивались опытом между собой. Ведь такая возможность поговорить о творчестве художников из разных уголков России встречается не так часто. В этом году, конечно, география шире. Очень благодарю тех, кто приехал к нам издалека, из Хакасии, из Татарстана. Молодцы студенты наши присоединились в этом году. Хочу поздравить Союз художников с таким событием. И надо сказать, что Союз художников у нас работает, так сказать, целеустремленно, планомерно, из года в год, бьет в одну и ту же тему. Проект Баргуджин-такум проходит уже в третий раз. В завершение пленера тестички природы Бургузинской долины отправятся в разные города России. Но некоторые из картин живописцы дарят художественному музею имени Сампилова. Валерия Каратуева, Жаргал Царедашеев. Новости дня. Бои без правил в Улан-Удэ поднимаются на новый уровень. Уже завтра состоится одно из главных событий в сфере бурятского ММА. Международный турнир «Панкратион» и «Грэплинг». Бойцы из Монголии, Киргизии, Тувы и Дальнего Востока сразятся за звание лучшего. Уже завтра в зале КСК состоится турнир по боям без правил. Сегодня все бойцы прошли взвешивание и закончили медосмотр. Звезды завтрашнего вечера отправились отдыхать, а представители бойцов собрались на пресс-конференцию. Естественно, задача наших спортсменов не позволить гостям увезти трофеи и медали с собой. Спортсменам позволяет получить статус, чтобы все бои будут занесены в шердок, чтобы у парня появился рекорд. Мы пригласили специально. То есть давно такого мероприятия мы не проводили. Вот здесь в Улан-Удэ. Именно здесь в Панкратиона, да. Монголы, киргизы, тувинцы – все нацелены на победу. Мы привезли трех бойцов. Один выступит в грэплинге и двое в ММА. Мои ребята должны будут сразиться с их ребятами. Это молодые многообещающие спортсмены. И мы сконцентрированы и подготовлены к этому турниру. Однако все тренеры согласны в одном – пусть победит сильнейший. На боях будет присутствовать президент Федерации современного Панкратиона из Хабаровска Дмитрий Коньков. А это означает, что бойцы, показавшие красочные выступления, имеют шансы быть приглашенными на большой турнир за приличные гонорары. Ребят с Бурятии видел на турнирах в Иркутске, в Братске. И понравилось, как выступают. То есть, вот прям такие охотники, целеустремленные, знающие, что делают. Поэтому, когда поступило предложение от друга Виталия Хабтареева, мне было приятно сюда приехать. Я давно мечтал побывать в Бурятии. И, ну, я вообще впервые здесь, впервые на турнире в Бурятии. Привез одного бойца, ну, боец очень именитый. Он чемпион мира по любительскому Панкратиону. Организаторы говорят, бойцов подбирали примерно равных, поэтому легкой прогулки не будет ни у кого. Начало боев завтра в 19.00 в зале КСК. Борис Адыпов, Жаргал Церендашев, Новости дня. Сразу после программы Новости дня не переключайтесь. В 22.15 смотрите художественный фильм «Три женщины Достоевского». Это биографическая драма о семи годах жизни русского классика после каторги. Так прошел этот день. Я еще раз напомню о его главных событиях. Незваные гости попасть под прицел судебных приставов можно даже за неуплату взносов за капремонт. С пола сразу на прилавок. Из-за видео с разгрузкой мяса на центральном рынке разгорелся скандал. Теперь уже москвич Аюрбурдин приехал на малую родину вместе с мамой, которая усыновила его три года назад. На этом наш выпуск завершен. Если пропустили эфир, ищите новости на сайте ТВ Кома, в социальных сетях и в приложении Пирс ТВ. В студии была Юлия Пермякова. Всего доброго. До завтра. На природу. Шашлык-пикничок. Всего 279,90. Абсолютно безопасные. Стоят меньше гипсокартона. Оперативные в установке надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok